Возьмём с собой гулять. Прекрасно. Завтрак в квартире семьи Берберовых в Баку. Хорошо покушать, знаешь, и пойдём гулять. Да. А вот ещё у тебя масло. Она будет замечательно, слушай, мама. Смотри, с маслом. Масло. Так, осторожней. Вот он, вот он, молодец. Зерень кушает, Роман. Мама, папа, бабушка, дети, и Лев. Ешь прилично. Мама, до сих пор не доел её? Да, немножко. Нет, нет, это моё. Рома, на, ты что? Поцелуй маму за хорошую еду. Скажи спасибо. Нет, мы сначала вытрим. Давай вытрим. А ну, чё, мам? Чё? Чё, мам? Чё, мам? Да. Так, всё. Ну, ты всё, спасибо. Да, да, да. А папа, ты можешь поклевать? Нет, только хорошего качества. Всё. Лев закончил свой завтрак, и он уже уходит. Это не экзотика. Кажется, как ты, наверное, не экзотика. Каждый суббот, в воскресенье наша семья в таком составе собирается за столом. Это приятно и детям, и киньку, и нам приятно. Для нас он ребёнок, и мы в нём не чувствуем зверя. Каждый субботник, который мы взяли совсем умирающим, маленьким, жалким. И вот сейчас он весит 160 килограмм. Вот, посмотрите, он берёт Еву своей лапой за ножку. Мы спокойны. Хотя знаем, что этой лапой можно убить буйвола. Он чувствует свою силу, и он знает, с кем он имеет дело. Мы уверены в том, что у него все хищные инстинкты замещены. Поэтому мы ему доверяем. И главное, если мы чему-нибудь его научили, мы научили его любить людей. Мы надеемся всегда, что дети наши будут добрые, мужественные, весёлые люди. И воспитание наших детей, тот же кинг, займёт очень большое место. Я убеждён, что Берберов прав, и что дети у них вырастут хорошими, добрыми людьми. Вечером в парке я встретился с Берберовыми и спросил, на кого же вы детей оставили? Они сказали, как на кого? На бабушку и на льва. Куда это он? А, скребётся. Ну, кошка есть кошка. Так. Думаю, что вы и сами догадались. Я спросил у профессионального укротителя. А не может так случиться, что лев возьмёт, да и съест кого-нибудь? Он ответил, что вы, он же не укращённый, он воспитанный. Вот об этом наш фильм о воспитании доброты. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова